привет друзья с вами снова гирдос мы опять в гараже и на этот раз я решил уже устранить известный подсос воздуха вакуумники и нашел еще парочку косяков если вы обратите внимание это вот масло видите капает с катушки и это все с одной башки и я скажу сейчас почему в общем дело в том что на этом моторе вот эти штучки у меня там все колодцы видите в масле жестко причем а это все налилось с вот этого болтика потому что там у меня шпилька отходит видите его рукой могу открутить из-под него собственно масло соплей сейчас я достану месяца шпилька видите поэтому попробую сегодня это починить каким-то чудом может резьбовой герметик или просто герметик а так если обратить внимание там вообще все в масле все в масле красота да значит сейчас надо будет все это мне устранить и заделать дырку в вакуумнике как дырку в вакуумнике дырка в вакуумнике там вот наверху ее герметиком дам а есть еще не такой прикол в общем то чего быть не должно приноски не дотягиваться в общем я не помню показывал я или нет если вы будете смотреть внимательно вот сюда смотрите я просто рукой вот так вот хлоп и достал то есть ставил достал ставил достал вид там а это значит что там идет то есть там может нормально подсасывать воздух так-то вот и вот это конечно вопрос с этим делать ну а сейчас я думаю чем придумаем я думаю что я скину проводку с этой стороны чтобы не было поудобнее сейчас выкручу свечи почищу еще и в общем мне есть чем заняться присоединяйтесь и 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 последняя с этой стороны и 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 Здесь, тем более, что-то выработка какая-то на них неплохая. Но вот эта штука проворачивается, бывает, если слишком сильно затягивает. И тогда у вас начинается боль в заднице, как у меня, пожалуйста. Посмотрим, сколько масла там у нас. О да! М-м-м! Масло! Любишь масло М60? Конечно, любишь! В общем, да, там столько масла, что на замену хватит, на самом деле. Ну а что, буду сейчас... Что я буду делать сейчас? Не знаю, как-нибудь их надо высушить, почистить. Что-нибудь надо с ними сделать, вот так оставлять. Можно, в принципе. На свечи просто новые, реально новые. Они, я ещё не знаю, ещё сотку не прошли, наверное. Ну а может быть где-то сотку как раз и прошли. Вот они, такие вот. Ладно, сейчас разберёмся, что будем делать. А пока... А, вон, я положу вот сюда. Всё, сейчас всё будет красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, впуск снят. Сейчас мы снимем вот этот вот КВКГ. Наверное, достанем вот этот КВКГ. И, как видите, вот здесь датчики детонации. И все там вон они четыре штуки на месте. Но это охлаждайка. Здесь масло. Сейчас посмотрим. Ага, вот здесь может быть что-то не так. Видите, сколько много масла? Это из-за как раз КВКГ. И либо из-за того, что сцепь просто у меня все. Тоже не исключаю. Значит, попробуем сейчас все это дело разобрать. Перенесу куда-нибудь где посветлее и поудобнее. И будем дальше ковыряться, чистить и зачищать. А потом поставим обратно. Вы заметили, как я круто достал шайбочку? Вот она. Вообще очень аккуратно и очень круто. Я доволен собой. А вы и мной? Я знаю, что да. Не отвечайте. Видите, прокладочки. Мягенькие, походят еще. Сейчас мы их протрем. Вот это КВКГ, я не знаю, уплотнительное кольцо. Мягенькое. Нормальное, по идее. Должен походить еще. Ну и что я хотел здесь выяснить? Могу протянуть еще вот эти чуть-чуть. А, и вот эту штуку мне надо бы достать. Потому что она как эта. Она уже не отвечает моим требованиям. Есть проблема. По ходу дела я выкинул старый КВКГ. Что для меня очень странно. Ведь я даже, видите, старый насос ГУР никак не выкинул. Так же, как и вот корпус термостата от М30 я тоже не выкинул. А вот КВКГ выкинул. Не может такого быть, я считаю. Он где-то лежит и спрятался от меня. В общем, запомните вот эту штуку. Потому что это все типа вентиляция, клапан вентиляции картона газа. Видите, вот эта трубка. Вот такая идет в стоке. Что я сделал? Я сделал систему под маслопомойку. То есть, разрезал трубку на две части. Одну сторону вставил вот сюда. Вот сюда вставил ее. А другую она у меня идет в клапан. Между ними я ставлю типа маслопомойку. Которая вот отсюда будет собирать масло. И отдавать нормальный воздух облатно в клапан в отпуск. И все должно быть хорошо. Но это по идее. Ну а так вроде, смотрите, у меня здесь все вроде более-менее чистенько. Я сейчас еще тут протрусь чуть-чуть. Ну, я думаю, вообще будешь кордос. По идее, надо теперь вот этого бандита достать отсюда. Чтобы вот, видите. Ладно, сейчас все я выставлю. Все тут красиво сейчас сделаю. Отвечай. Слово о маслопомойке. Вот типа, смотрите сюда. Сейчас я вставлю. Вот видите, с него капает масло. Чтобы вас не удивляло, это масло с... Видите, в принципе, тоже. Иначе все это масло было бы маслопомойки. И у меня вкус был бы чистым и кристальным. Но я слишком ленивый для этого. По-дико консервируюсь. Промагаем еще по ругодку. Попробуем поставить сток. Потому что, может быть, дело в том, что как-то неправильно я там сделал крепление. Хотя вроде сидели плотно. Пррррррррррр. Так, значит, в общем, вот эта штука от вакуумника, который выходит в клапан в вентиляции картерных газов. Входит он вот сюда. И мне не нравится, что он слишком легко это делает. Вот так вот, опс. Хотя вот сейчас уже чуть я протер и чуть, видите, о, уже мы о чем-то говорим. Я думаю, может, дать ему слой изоленты. Давайте попробуем дать ему слой изоленты. Может, ему это поможет. Как и нам. Не странно. Это сработало. Я сейчас смотрю на эту картину и понимаю, что это очень похоже на жирного жука, который перевернулся и просит почесать ему брюшко. Смотрите. Улю-лю-лю, ты мой жучок. У кого-то к усами своими. Как можно не заходить в такую жирненькую прелесть? Такие четыре лапки там сидела. Ну, лапки. В общем, вы поняли. Было бы прикольно, если бы не было такое животное. Домашний такой здоровенный жук. Ладно, все почистили. Сейчас попью водичку и ставить все это обратно. Не знаю, зачем я все это разбирал. Ну, чтобы посмотреть, чтобы прокладки не треснули. То, что все здесь нормально, все закручено, все закручено. Претензий нет. Надо ставить обратно. Я только что обнаружил, что это очень неправильное. Это откуда у меня столько масла тут налилось? Что? Откуда? Ну, я понимаю, что здесь все масляно, чтобы столько. Чуть новенькая. А, жесть какая. Как мне бестит этот мотор уже, честное слово. Просто не могу. Хочется, знаете, еще разобрать все вообще, опять до болта. И отдать куда-нибудь, чтобы это делали за деньги. Которых, естественно, у меня нет. Пока что. Ну, ладно, что, давайте попробуем разбираться со шпилькой теперь. Значит, мы берем эту шпильку и просто... О! Вот так все это выглядит. В общем, есть два варианта. Это можно посмотреть на локтайт. Ну, просто нет, у меня есть еще один вариант вот это поменять. Деталь, но я сейчас это делать не хочу. Так что вот, можно вот эту часть посадить на локтайт, а можно посадить на обыкновенный герметик. Я не знаю, но сейчас ее почищу и попробую все-таки на локтайт сначала. Ну, если что, у меня попыток много, я думаю. Так, написано в инструкции, что надо одну капельку сделать. Мы сделаем одну капельку. Большую капельку сделаем. Вот такую. Так, вот так пусть. Я чувствую, сейчас она провернется. Вот прямо реально есть такое ощущение. Она пусть стоит посохнет, а мы пока... Ну, ничего, перекурим, наверное. И все, заводить не буду, потому что страшно. Вдруг ничего не поменялось, что делать тогда? Тогда вообще уже непонятно, что происходит. Может, у меня вообще-то трехлитровый мотор. Надо будет проверить, кстати. Может, все это возня зря. У меня там три литра стоит, V8. Тогда просто не жалко его убивать хотя бы. Оставлю я ее на самом деле на ночь, потому что у нее там сохнет герметик, вакуумник. Я намазал обильно, чтобы оттуда не подсасывал воздух. Вообще, по-хорошему его поменять. Но это не наш метод. Не, может быть, наш, но в лучшие годы, скажем так. Значит, что? Прокладки у нас нормальные. КВКГ у нас вроде нормальные. Все у нас нормально, черт убери. Что ему не нравится, я понять не могу. ГРМ по меткам, все по меткам. Мозги, еще раз говорю, если штатные мозги подключаешь, работают еще хуже. Это тюнячие, без лямбдовые, с ними должно быть все нормально. Но если это не поможет, если сейчас все, что я делал, не поможет, тогда я просто скину проводку, отнесу домой и буду прозвонить все провода дома. Вот, поэтому давайте будем ждать завтрашнего дня, потому что если завтра она не поедет, то грядет перестройка, я чувствую. Так, тачка работает крайне неровно. Вот, собственно, о чем я говорил. Ладно, выветривайся. Как-нибудь отсюда. Жесть, надо посмотреть, что-то у меня такое ощущение, что у меня один горшок не работает. Как обычно, наверное, форсунку забыл подцепить. О, жесть. Ладно, вонючка, поехали быстрее на улицу. За мной такой шлейф из масла. Ну, это нормально. Демид, значит, есть. Но это, это понятное дело. У меня столько масла вылилось во вкус, плюс еще КВКГ теперь штатный. Меня ни капли не удивляет тот факт, что сейчас у меня все будет в масле. Никакого хрена сюда едешь, Хонда. Пойди погуляй, Хонда. Время серьезных мужчин. Поеду к дому, посмотрю, сели форсунки подключил, и сели катушки подключил. Потому что у меня такое ощущение реально, что один горшок не работает. Интересно, почему? Ладно, сейчас узнаем, я думаю. Сейчас мы все узнаем. И заодно узнаем, сработала ли у меня эта идея с Локтайтом. Потому что у меня весь Локтайтом в масле. Из-за той штуки. Ну, в смысле, когда едешь быстро, масло стреляет прямо на Локтайтом. Ай, смотри, сизый дым. Прикольно. Прикольно. Ладно, сейчас попробуем. Вроде не в масле. Все подключено. Оттуда не ссы. И так, вторая передача. Педаль в полу. Перестал держать обороты. Видите, какая херня. Так, мы обнаружили новый симптом. Даешь ему подсрак, и он перестает ехать вообще. И глохнет. Прикольно. Ой-ой-ой. Видите, срют. И г回enne. Подписывайтесь. Окей, мы обнаружили новую проблему. Сука! Че ж ты сейчас-то не заглохла на камеру, а? А просто заглохла только что, перед тем, как я включил запись. Я не понимаю, что автомобиль. Я не понимаю его. У меня есть хорошая новость. Очень хорошая новость. Это то, что я вчера обнаружил, что у меня не работает один горшок. На этом я как бы остановился. Ну, по видео. На самом деле я еще потом достал катушку и посмотрел, есть ли искра. Искра есть. Но на работающем моторе отсоединение этой катушки никак не влияет на работу самого V8. И вот что я подумал. Может быть, просто все это время у меня не работал один горшок. И для того, чтобы это проверить, мы сейчас с вами проведем небольшие электрические манипуляции. То есть, если катушка работает, следовательно, может не лить форсунка. Почему? Потому что на нее может не приходить сигнал с мозга. И, может быть, она засорена как бы одной из двух. Также может быть там что-то, может быть, в механических каких-то... Может быть, какая-то механическая проблема. Это неизвестно. Но судя по компрессии, у нас там все нормально. Давайте выясним, приходят ли вообще у нас работают форсунки или не работают. Так что сегодня нашим основным инструментом будет прозванивалки, мультиметры и прочая лабуда. Давайте, в общем, приступать быстрее. Мозги здесь, точнее, форсунки здесь работают по такому принципу, что сюда на одну фишку подается постоянно 12 вольт, а прерывается минус. А прерывает минус мозги. И поэтому мы сейчас посмотрим, есть ли... Вот эта форсунка не работает. Есть ли у нас вот сюда... Приходят ли сюда 12 вольт постоянные, а потом, если они приходят, попробуем уточнить, идет ли... Не перебит ли провод. Ладно, давайте сейчас, короче, попробуем 12 вольт определить. Для этого нам нужен ультиметр. Или даже вот такая штука, я ее вот купил за 200 рублей. В общем, это очень удобная штука. Я думаю, что мы ей проверим. 12 вольт. Если будет гореть красный, пробуйте здесь напряжение плюс 12 вольт. То, что надо. Так, в общем, зажигание включено. Насос качает. Моторчик печки дует. Давайте посмотрим, будет ли у нас 12 вольт здесь. Есть 12 вольт. Замечательно. Плюс приходит. Осталось понять, приходит ли минус. Так как у нас минус подается с мозгой, мы будем отсоединять штекер блока управления двигателя от самого блока управления двигателя. Нам лучше это все делать, естественно, на снятом аккумуляторе, поэтому я аккумулятор снял. Здесь я устроил вот такой вот суперпереходник. В принципе, ничего сложного. Единственное, что я забыл, что из них плюс, что из них минус. Естественно, что для меня типично. Поэтому мы, наверное, проверять будем два раза, если у нас с первого раза мы не угадаем. Поэтому мозг находится у меня вот здесь, в штатном месте BME36. Здесь у меня находится расширительный бачок, поэтому это немножко невыгодно. Но я думаю, что мы справимся. Здесь, в принципе, ничего не может быть сложного, верно? И если что, плюс швабру мою BMW-шную подвинуть. Ну, я уже не хочу это делать. Ладно. Я думаю, что мы на финичной прямой, друзья, если честно. Вот он мозг. Матроник 404. Шутки про блок управления не найден, не канают, а это уже баян. Что-то тут это все красиво сделано слишком. Я очень сильно старался, видимо. Ладно, давайте сейчас проверять. Ну, что, давайте, значит, искать. Если это будет плюс, у нас много плюсов сюда приходит, то не исключено, что будет в нескольких точках, будет сигнализировать зеленый индикатор со звуком. Вот. А минус у нас просто напрямую идет вот к этой штуке. Поэтому, я думаю, проблем не будет. Но это судя по схеме, потому что я глянул схему, и там вот минус от катушки идет прямо напрямую к мозгу, вообще никуда не заходит даже. Давайте проверять быстрее. Дала-дала, бил, йо-о-о. Так, а это значит, дальше будем смотреть. По ходу дела это плюс. Все так. Теперь у меня на минусе пробник. Ну, в смысле, на минусе, на вероятном минусе. Давайте посмотрим. Ну, в общем, да, минус не перебит у нас, значит, минус приходит. Значит, остаются две версии. Это может быть засорена форсунка в мясо, а может быть а может быть мозг. Ну, то есть, то, что на этот контакт он ничего не дает. Форсунка, значит, у нас вот то чувство, когда у тебя BMW, ты становишься вообще псевы, и электриком, и сварщиком, и жестянщиком, и спортсменом. Всем. Достаточно только BMW купить, понимаете? Какая красота. Вот это я сам делал, варил. Видите, я же говорю, и сварщик, и, кажется, красил тоже сам. В общем, сейчас мы, знаете, что попробуем сделать? Мы попробуем снять форсунки и попробовать их каким-нибудь образом заставить работать. Ну, в смысле, прощелкать их чик-чик-чик-чик-чик. Будет она работать или нет? снять форсунки. О, шейт. Так, наконечник форсунки приказал долго жить. В общем, по идее, сейчас, когда я сюда вставлю форсунку, сейчас вы видите, как она должна щелкать. Давайте посмотрим. Ну вот, типа, так получается. Как-то. Вот здесь видите. Для того, чтобы она брызгает она или нет, надо сюда как-то давление дать. Ну, сейчас тоже попробуем, почему бы нет. Значит, я не знаю, что сейчас ожидать, но давайте мы пшикнем значительным карбюратором. У меня форсунка вообще никак не реагирует, никак не льет даже. Блин. Ну, попробую еще помучиться, может, я заставлю этим-то образом заработать. Хотя в этом очень себя сомневаюсь, если честно. Я зажал форсунку в открытом состоянии, если видите, там пузырьки идут. А это значит, что что-то там... Сейчас. В общем, да. И если пузырьки идут, значит, там что-то все-таки происходит. Попробую подождать, может быть, это заработает. Но вообще, в идеале, конечно, такую форсунку надо менять, и это не секрет. ПОДПИШИСЬ! 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 Знаете, словами не передать, насколько тупо я себя чувствую, буду чувствовать, если действительно окажется, что вся проблема из-за того, что мотор не едет в этой форсунке. Но по всем предположениям она действительно не работает. Ну, то есть, камон, серьезно. Как же так? Ладно, сейчас я отправляюсь на разборочку, и я просто даже не знаю, я прям супер нелепо чувствую. Сейчас я поставлю другую форсунку, и у меня все запоет и защебечет. Вот это будет просто уга! Ха-ха-ха-ха! Ой, блин! Я буду так смеяться, честное слово, я буду очень сильно смеяться. Ха-ха-ха! Ну, в принципе, сейчас я так-то не сильно унываю. Не, а чего унывать, с одной стороны? Подумаешь, форсунка, подумаешь, мотор. Ладно. Кстати, не забывайте пристегивать ремни безопасности, это очень важно. В общем, купил, вот они две лежат, такие же красненькие, опасненькие, только чуть грязные. Надо их будет почистить щеточкой и карп-клинером. И я чувствую, что они запоют снова. Заодно я их проверю, работают они или нет. А сейчас... Ого! Вот это Subaru! Обалдеть! Так вот, значит, сейчас направляюсь в гараж. И что-то, как всегда, как все ближется к завершению, у меня вот сразу тучи над головой. У меня сейчас выяснится, что, естественно, я все починю и сразу пойдет дождь. И я не смогу спокойно протестировать и посмотреть, что у меня в итоге так или не так. Ну, как бы там ни было, вот они две новые, как сказать, две очередные форсунки. Заплатил за них 1000 рублей в сумме. Ну, как видим, наконечники у них более-менее живые. По номеру деталей проверил, совпадают. Поэтому сейчас мы направляемся в гараж, чтобы все это добро прочистить и поставить. Ура! Ну, в общем, выбрали одну форсунку, из которой я, конечно, насчет факела не уверен. Но, думаю, в процессе эксплуатации она еще, как это сказать... По крайней мере, она открывается. Этого достаточно для того, чтобы у нас хотя бы один горшок заработал. Что я хотел сделать? Поставить форсунку. Согласен. Так, значит, пора приступать. Ну, вот, вообще, конечно, лучше, опять же, напомню, что все уплотнительные кольца поменять. Поменял на другие. Не новые тоже. Ну, ладно, что, давайте попробуем, может, все получится. В общем, пока GoPro заряжала, здесь у нас область целая делегация. К нам примкнул еще и Колян. Но... Ну, естественно, мы время зря не теряли, как мы. Устали парни, помогает, да? Руки не запачкал, нет? И уже помыли, сходил, помыл, да? Собирается так же, как разбирается, только наоборот. В обратном порядке. Мне понравилось, как я сказал. Ну, что, попробуем? Сейчас выяснится, я все это время был. Забыл один датчик присоединить. Ну, вот и выяснилось. Давление масла его присоединить. Так, второй дубль. Ну, сейчас надо ехать тестировать и заодно заправить тачку. Поехали. Ну, спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...